Внимание! Салют! Спасибо! Наши мероприятия объявляются открытым. С традиционного запуска салюта начался 13-й открытый туристический слёт инвалидов. Он посвящен 25-й годовщине Пушкинского отделения Всероссийского общества инвалидов. На спортивную базу Правда в Тишково приехали пять команд. Это Пушкин, Ивантеевка, посёлки Челюскинский и Лесные поляны, а также гости из «Электростали». Заявлялись команды и из других округов, но по разным причинам приехать они не смогли. Настроение шикарное, вы же видите. Мы же не потопляемые, не промокаемые, да? Это никак не влияет. Никак. Было бы жарко, было бы тягомотно, как-то вот не то. Правда, можно было бы искупаться, но, к сожалению, здесь не получается. Это скорее развлечение, но вы видели, да? Значит, единственное, что серьёзное, вот на сегодняшний день, это ножометание. Это федерация, причём она Пушкинская федерация. На турслёте подготовили девять заданий. Первые два турнир капитанов и тестирование команд прошли все ещё до открытия. Остальные проходили поэтапно. Всем капитанам раздали карточки, в которых указаны задания и очерёдность их выполнения. Участники метали ножи, играли в дартс и городки, на время пробегали змейкой и носили воду, а также проверяли свои силы в железной хватке. Все испытания команды проходили с большим азартом и настроем на победу. Как говорят сами участники, в такие моменты они забывают о своих болячках. Очень хорошее мероприятие. Весело, задорно. Все мы молодые, все почувствовали. Вспомним молодость, пионерские лагеря. И всё вот это вот нам очень нравится. Дышится полной грудью. Настроение прекрасное. Ещё бы грибов найти. Это самое главное. Самое главное. Мы довольны. А мы игнорируем всякие наши болячки. Поэтому мы, как говорится, на них не обращаем внимания. И стараемся их перекрыть, все эти нормативы. А сложно вообще участвовать в таких соревнованиях? Ну, не очень. Но без тренировки, конечно, лучше потренироваться. Команда из Пушкина участвует каждый год. В прошлый раз она заняла второе место. В этом году произошло обновление. И думаю, что в лучшую сторону. Но с каждым годом улучшаем результаты. Все позитивные, интересные. В том числе люди, бывшие спортсмены, творческие люди. Но при всём при этом, конечно, есть ограничения по здоровью. Но никто не падает духом. Расскажите, что здесь делает цыганка? А цыганка здесь всех отвлекает. Нам надо выиграть Пушкина. А все остальные цыганки отвлекают тем, что спрашивают всякие вопросики, желают что-то очень необычное. И люди отвлекаются и не проходят так хорошо, как надо. Финальным девятым заданием стало перетягивание каната команды из Пушкина и судьи против всех остальных участников. На труслете Челюскинской и Леснополянской библиотеки подготовили для всех участников мастер-классы. Любой желающий мог сам сделать себе летнюю шляпу и порисовать. Также привезли журналы на разные темы. Их можно было не только почитать, но и забрать себе. Мы давно работаем с обществом инвалидов. И практически все мероприятия проводим совместно. Мы вот как судьи работали сегодня. И сейчас будем проводить мастер-классы. Леснополянская библиотека подготовила мандалы. Нужно разукрасить. И потом не просто разукрасить, а мы можем там в цвете поправить свою печень, улучшить свое самочувствие, дыхание свое можно поправить, настроение можно поправить. А в Челюскинской библиотеке мы будем делать шляпы. Вот такие оригинальные. Мы думали, что будет жарко сегодня, поэтому подготовили такой мастер-класс. После все участники смогли перекусить и пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями. Ведь турслет – это не только соревнование, это еще и возможность познакомиться с новыми людьми и отвлечься от повседневной жизни. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.